Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Пропавшие в лесу люди обнаружены накануне в пяти километрах от деревни Тониш Лельческого района. В субботу четыре женщины, самые старшие из которых 82 года, ушли в лес для сбора клюквы и заблудились. Поиски продолжались всю ночь. Для розыска были задействованы сотрудники милиции, спасатели, лесники и общественность. Состояние женщин удовлетворительное, сообщили в ОВД. На территории Гомельской области за прошедшие дни было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека получили телесные повреждения. В Гомеле на улице Барыкина 69-летний водитель на пешеходном переходе совершил наезд на 58-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы. На следующий день в Речице похожее ДТП произошло на улице Трифонова. 30-летняя женщина-пешеход также была госпитализирована. А в Петриковском районе водитель на тракторе с прицепом совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива». Водитель легковушки получил телесные повреждения, но после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой. В Светлогорском районе 25-летняя девушка на Мерседесе, разворачиваясь на дороге, совершила столкновение с автомобилем «Сеат Кардоба», пассажир которого получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение районной больницы. Если в случаях с пешеходами водители не предоставили им преимущества в движении, то в ДТП, где произошло столкновение двух автомобилей, водители не убедились в безопасности своего маневра. Неприятный инцидент для водителей иномарки произошел в Гомель на улице Владимирово. На припаркованный Ниссан с проезжающего мимо Зила упал огромный станок. К счастью, в момент ЧП машина была пуста и никто из людей не пострадал. А вот в Кармянском районе без травм не обошлось. В районную больницу доставлен тракторист, на которого при разгрузке упал рулон соломы. Мужчина с переломом позвоночника госпитализирован. По факту травматизма на производстве проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.